Добрый день, ребята! Я очень рада вас всех видеть, чтобы нам настроиться на хорошую работу. Давайте друг друга зарядим теплом, потрем ладошечки и поделимся теплом с соседом. Уже не нет сегодня соседа, давай же не осталось теплом. Вот так все, делимся теплом. Поднимились теплом? Хорошо, ребята! Теперь, несмотря на зиму за окном, на нашем уроке будет царить тепло. Присаживайтесь. Теперь откройте, пожалуйста, тетради и запишите число и классная работа. 15 декабря. Классная работа. Кто записал, тот садится правильно. Хорошо, ребята! Вижу, что большинство из вас записали. А теперь давайте вспомним, какие у нас бывают части слова. Стелла? Корень. Корень. Егор? Суффикс. Приставка. Даша? Окончание. Окончание и? Основа. Основа, абсолютно верно! Ребята, на доске вы видите слова, а у вас есть карточки с частями слова. Вам нужно в этом слове найти свою часть слова, выйти к доске и встать в таком порядке, в каком части слова расположены на карточке. Что у нас в первом слове с вами есть? Дюля? Корень. Корень. У кого карточка с корнем? Выходи, Стелла. Держи марки. Выделяй, как он ускорит? Зима, абсолютно верно. Что еще у нас есть? Даша? Окончание. Окончание. Выходи. Выделяй окончание. Хорошо. Еще что мы забыли выделить, Егор? Основу. Основу. Кто у нас основа? Вика, давай, Вика. Выделяй основу. Хорошо. Теперь, ребята, покажите остальным ребятам нашу схему. Вот такая схема слова получается. Хорошо, с первым словом устраивались. Присаживайтесь. Откорный смешек, абсолютно верно. Еще что есть? Саша? Суффикс. Суффикс. Выходи, выделяй суффикс. Держи. Суффикс. О. Правильно. Еще что у нас есть? Слово-слово. А прежде чем выделить основу, Егор, что еще нужно выделить? Юля? Окончание. Окончание нужно выделить. Где у нас окончание? Даша, пойдем, выделяй окончание. Какое наше в этом слове окончание? Нулевое. Нулевое. Правильно. Выделяй нулевое окончание. Так, вот так, чтобы все было видно. И теперь, как Егор сказал, можно выделить основу. Выходи, Лика. Выделяй основу. Хорошо. Покажите ребятам схему слова. Так, вот так, а, по словам. Хорошо. Присаживайтесь, ребята. И осталось у нас последнее с вами слово. Давайте посмотрим, что у нас есть в этом слове. Юля? Приставка. Сначала у нас идет приставка. Какая приставка? Да. Выделяй приставку. Хорошо. Дальше что у нас идет, Егор? Могоз, корень. Корень. Выделяй, Стелла, корень. И что еще осталось выделить, Даша? Окончание. Окончание. Выходи. Окончание я. Я, верно. Хорошо. Еще что не выделили, Женя? Егор? Основу. Основу не выделили. Выходи, Вика. Аккуратненько. Хорошо. Покажите ребятам схему нашего последнего слова. Прекрасно. Присаживайтесь. Спасибо, ребята. Сейчас, когда мы с вами повторили часть слова, давайте вспомним, с чем мы знакомились на прошлом уроке. Юля. Возвращение в глазах, в глазах, в глазах, в глазах. Абсолютно правильно. Ребята, сейчас, чтобы закрепить нам эту тему, я вам раздам карточки. Вам нужно исправить ошибки. Карточки с ошибками. Карточки у нас с ошибками. Ошибки нужно исправить. Карточки с ошибками. Исправляем ошибки. Все, исправляем ошибки. Три минутки, ребята, вам на это задание. Чья пара все выполнила, садится правильно. Все исправили, молодцы. Заканчиваем, ребята. Уже многие справились с заданием. Хорошо. Теперь давайте проверим, правильно ли вы это выполнили. Для этого рассмотрим на образец на слайде и сверим ваши карточки с образцом. Здесь у нас ошибки исправленные. Те буквы, которые выделены, у вас должны быть написаны так, как на слайде. Тексты они были написаны неправильно. Проверяемся. У кого, ребята, две ошибки и более двух ошибок? Поднимите руку. Нет таких? Это прекрасно. У кого одна ошибка? Кто допустил одну ошибку? Женя допустила одну ошибку с Артемом. Ничего страшного. В следующий раз мы с вами постараемся не допускать этих ошибок. А теперь поднимите руку та пара, кто не допустил ни одной ошибки. Парой ручку поднимаем. Хорошо, ребята. Я очень рада, что большинство из вас не допустили ошибок в этом упражнении. А сейчас, ребята, поработаем немного с учебником. Эту работу будем выполнять индивидуально. Открываем страничку 104. 194 упражнение на этой странице находим. Юлечка, открывай учебник. Я подписываю. Давай, открывай. 194 упражнение на 104 страничке. Посмотрите, ребята. Здесь у нас записаны слова, к которым нужно подобрать проверочные. Мы с вами разделимся по вариантам. Первый вариант здесь за Агин, здесь за Сашей, здесь за Настей. Будет подбирать проверочные слова, изменив форму слова. А второй вариант здесь за Викой, здесь за Юлей, и здесь за Стеллой. Будет подбирать проверочные слова, подобрав однокоренные слова. Приступаем к работе, ребята. Второй вариант однокоренные слова подбирает. Первый вариант меняет форму слова. Форму слова меняет. Хорошо, Андрей. Первый вариант в том, что вы не можете запомнить условия. Второй вариант. Первый вариант. Что- carbs? Нет. Три минутки, ребята. Так, давайте будем заканчивать с этим упражнением. Дописываем, ребята. Последнее слово дописываем и ставим точку. Кто все выполнял, садимся правильно. Хорошо, ребята, а сейчас обменяйтесь тетрадями, и мы проверим ваши работы. Так, сначала проверять будем первый вариант. У кого оказалась тетрадка первого варианта, проверьте, пожалуйста, так ли ваш сосед по парте выполнил данное упражнение. Проверяем внимательно. Так, проверяем, ребята. Первый вариант проверяем. Заканчиваем с проверкой. Кто проверил, садьте правильно, пожалуйста. Теперь проверяем второй вариант. Проверяем своего соседа по парте. Второй вариант проверяем. Если есть ошибки, ребята, исправляем их. Я вижу, что большинство уже проверили. Заканчиваем, девочки. Саша, Стася. Так, хорошо, ребята. Теперь поменяйтесь, пожалуйста, обратной тетрадью. Посмотрите на свои ошибки и поднимите руку тех, у кого две ошибки и больше двух ошибок. Есть у кого-то такое? Так, у кого, да, две ошибки. Но ничего страшного, Ова, не расстраивайся. Я думаю, что в ходе наших уроков мы это исправим. А у кого, ребята, одна ошибка? Есть такие? Так. Одна ошибка? Это не очень страшно. Мы с вами поработаем и допускать их не будем. А теперь поднимите руку тем, кто совсем не допустил ошибки. Хорошо, ребята. Я рада, что большинство из вас ошибок не допустили. Опускаем ручки. Это значит, что наши уроки прошли не зря. И многие эту тему усвоили хорошо. А сейчас давайте подведем с вами небольшой итог урока. Что, ребята, вы сегодня закрепили на уроке? Вика. Правописание слов с безударными гласными в корне. Абсолютно верно. Правописание слов с безударными гласными в корне. Хорошо. Верно, ребята. А теперь взгляните на слайд. На нем вы видите два снеговичка. Веселый и грустный. Ребята веселого снеговичка выбирают те, кто сегодня на уроке очень хорошо потрудился. У кого получилось выполнить большинство заданий. Кто, если допускал ошибки, то допускал их мало. А грустного снеговичка выберут те, кому сегодня на уроке было работать тяжело. Кто понимает, что с этой темой ему нужно еще поработать. Теперь встаньте, пожалуйста, те, кто выбрал грустного снеговичка. Так, Аня у нас выбрала грустного снеговичка. И Женя, да? Хорошо, девочки, присаживайтесь. Я думаю, что если мы с вами будем работать над этой темой, в следующий раз ваши снеговички будут веселые. А теперь встаньте те, кто выбрал веселого снеговичка. Хорошо, ребята, я очень рада, что веселых снеговичков у нас больше, чем грустных. Значит, с уроком мы сегодня уйдем с хорошим настроением. А теперь Аня и Женя, встаньте, пожалуйста. Ребята, спасибо за урок. Я рада, что большинство у нас снеговиков веселых. Я думаю, что у нас с вами все получится. Урок окончен. Можете быть свободны. Спасибо.